Посмотрите программу «Губернии». Вот главная тема выпуска. В 15 школах Иваново в среду сократили уроки из-за холода в классах, а в 66-й вовсе ушли на дистант. Подробности в нашей программе. Рецепты есть, а медикаментов нет. Так выдают или нет льготные лекарства в Фурманове, и как работает социальная аптека, на месте разбиралась наша съемочная группа. Поисковик возвращался, получается, домой уже после ночного патруля. И недалеко от своего дома увидел ползущего человека по земле. Человек оказался инвалидом без одной ноги. Ночной патруль от Лиза Алерт продолжает спасать жителей области, оставшихся на улицах. Расскажем, как можно помочь отряду. В Иванове завершена реконструкция подъездного пути к микрорайону Новая Ильинка. Объект готов на 100%. Для ввода в эксплуатацию остались лишь формальности. Вместе с дорогой в строй введена и новая ливневая канализация. Куклы игровые, салонные, сувенирные. В музее Пиророкова в Иванове открылась сказочная выставка. Среди авторов есть мужчины и кукольница с мировым именем. Вот такую тончайшую вещь она запекает просто в простой духовке. А также не пропустите. Завораживающее зрелище явило природом. Покажем кадры для тех, кто проспал рассвет. Украшения не игрушка. В Приволжске разыскивают подростков, надругавшихся над новогодней елкой. В защиту Печужек выступила природоохранная прокуратура, на чем настаивает надзорный орган. Об этом не только совсем скоро. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марычева. Здравствуйте. Из-за аварии на теплотрассе ученики 66-й школы в Иванове в среду учились дистанционно. Дома оставались и воспитанники 164-го детского сада. Авария на теплотрассе в районе улицы Кирякиных произошла еще во вторник. Без тепла и горячей воды остались жители 31 многоквартирного дома, а также социальные объекты. 66-я школа из-за этого в среду перевела учеников на дистанционное обучение. Сейчас теплоноситель поступает в сети. Решение о возобновлении очных занятий в школе будет принято вечером. Родители должны оповестить. Закрыт был в среду для посещения 164-й детский сад. Родителям предложили отвезти детей в сад поблизости, 156-й. Но этой возможностью воспользовались только 4 ребенка. Также решается вопрос возможного перевода на дистанционное обучение учеников, которые занимаются в старом корпусе 36-й гимназии. В среду там были сокращенные уроки. Всего же в этот день в Иванове из-за холода в классах были сокращены уроки в 15 школах. В нашей редакции и в социальных сетях есть обращение от родителей учеников 8-й и 11-й школ 32-й гимназии. Представители городского управления образования уточняют, что в школах, где принято решение сократить время уроков, отопление есть. Температура не соответствует норме только в отдельных помещениях. Добавим, что на холод в отдельных корпусах жалуются и студенты Политехнического университета Ивановского государственного машиностроительного колледжа. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». Во время 30-ти градусных морозов в Ивановской области резко выросло число возгораний автомобилей, сообщает МЧС. За двое суток огнем уничтожены шесть транспортных средств. Три случая произошли во вторник. Утром в Кинишме на Юревецкой улице вспыхнул «Фольсфаген-Посад». Предварительная причина – неисправность электрооборудования. Около трех часов дня в селе Заречное Заволжского района загорелась «Лада-Веста». Что вызвало возгорание, пока неизвестно. Примерно в это же время в Иванове на улице Воронина тушили автомобиль «Рено». Предположительно, пожар случился из-за разгерметизации топливной системы. В результате этих происшествий никто не пострадал. Напомним, днем раньше в понедельник в регионе сгорели еще три машины – в деревне Бяково Ивановского района, Кинишме и Лежневе. И в продолжении темы пожаров. Под Рождество в Вичуге сгорел жилой дом. Семья смогла спастись, но осталась без документов, вещей и жилья. Местные общественники объявили сбор средств, и граждане откликнулись на просьбу о помощи. Пожар в доме на Прилужной улице вспыхнул рано утром 5 января. Предварительно причиной называют замыкание стиральной машины, которая в этот момент работала. Электрическую проводку в доме семья обновляла недавно. Пожарные потушили огонь, но постройка выгорела полностью. В результате Татьяна и Михаил Беловы остались не только без дома, в котором прожили четверть века, но также без всех вещей и документов. В тот же день помощь пострадавшим стали оказывать неравнодушные граждане. Одежда и вещи первой необходимости сейчас есть. Был объявлен сбор средств. Семья планирует отстроить дом заново, уже есть желающие помочь с приобретением материалов и работой. Вичугский активист, председатель общественного совета города Юрий Шостаков рассказал нам, что на восстановление дома необходимо около 650 тысяч рублей. Полмиллиона из них уйдет на материалы, остальное на само строительство. На сегодняшний день собрали 130 тысяч. Будем помогать им в покупке материала. То есть у меня знакомств довольно-таки много по городу, с торговых точек и пилорам. То есть мы будем пиломатериал покупать подешевле по закупке. И кровельный материал, то есть на крышу будем подешевле покупать. Есть также строительная бригада, которая согласилась, что фактически очень-очень дешево построить каркасный дом. Он будет каркасный. Ну вот так, с миру по нитке. Около 16 миллионов рублей задолжал государству бывший директор коммерческой организации. Следователи подозревают его в уклонении от уплаты налогов. Возбуждено уголовное дело. Речь идет о предприятии, которое работало в сфере лесозаготовки. По версии следствия, директор в 19-20 годах совершал налоговые преступления. Они были выявлены сотрудниками региональной налоговой службы и управления экономической безопасности УМВД. Подозреваемый, являясь директором предприятия, посредством создания формального документа оборота со сторонними организациями, не осуществляющими реальной хозяйственной деятельности, носил в бухгалтерскую отчетность и налоговой декларации ложные сведения, отражая операции по поставке товаров. В результате его преступных действий сумма неисчисленного и неуплаченного НДС организации составила около 16 миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Проблема с выдачей льготных лекарств в Урманове. Уже не первый раз в эфире мы поднимаем эту тему. К нам в редакцию пришло несколько сообщений от местных жителей с просьбой разобраться в этой проблеме. Одни говорят, что социальная аптека с конца декабря не отпускает льготные лекарства. Мы обратились за комментарием к руководству фармации и получили ответ, что выдача медикаментов по рецептам производится в штатном порядке. Так ли это на самом деле? Наталья Сергеева и Сергей Тютин отправили с Фурманов, чтобы это узнать. Ранее местные жители присылали нам вот такое объявление, которое висело на аптеке. Отпуск препаратов по льготе будет производиться после 15 января 2023 года. Сейчас на стенах аптеки мы видим другое объявление, что с 9 января 2023 года аптека работает с 9 до 4. Социальная аптека работает. Заходим внутрь, застаем льготника с рецептом. Лекарства получены. Мне сказали, 10-го за рецептом прийти. Все, пришла, выдали, все как положено. Сразу выдали. Раньше была очередь всегда здесь, сегодня вообще здесь без очереди. Может просто народ поменьше знает, а не знаю. Я вот без проблем всегда получала. Новый директор социальной аптеки говорит, что все работает в штатном режиме. Льготники звонят, приходят, получают. Вот и при нас такой звонок состоялся. Да, работаем. Да, смотрите, что у вас там по льготе. Скажите, какое лекарство. Потому что не все есть в наличии. Что в наличии есть, все хотавариваем. К своим обязанностям новый гендиректор фармации приступила 22 декабря. И в этот день проблемы, по словам Елены Цветковой, действительно были. Но с 23 декабря аптека якобы работает по графику. Это технические были задержки. Мы выдаем сейчас все. Все, что есть в наличии, выдаем. Как только приходит поставка, ее разбираем и выдаем. Сказали, что все равно не все есть. Нет, что поставляют. Это мы сейчас говорим о льготных лекарственных средствах. По льготным все есть. Нет, не все. Что поставлено в наличии, что есть в поставке, все выдаем. Однако сам отдел выдачи льготных препаратов застаем закрытым и занавешенным. По нашей информации, официально он пока не работает. Потому что до сих пор у гендиректора нет электронной подписи, чтобы выдавать медикаменты по рецептам. Есть и другая версия. Обслуживает всю аптеку пока один фармацевт. И одного окна достаточно. Здесь закрыли, потому что, чтобы холод туда не шел. Просто чисто из таких соображений. Причина всей этой сложной ситуации кроется в верхах. Вернее, в смене руководства. Последние три года руководил аптекой Анатолий Коростылев. Как сам говорит, поднимал ее с колен. Я являлся генеральным директором оформации с 21 декабря 2019 года. По просьбе тогдашнего главы Романа Александровича Соловьева. Так как в тот момент предприятие находилось в открытом состоянии. Долгов было около 7 миллионов. Имущество было все арестовано. Функции предприятие не выполняло. Когда сменилось руководство района, говорит Анатолий, впоследствии и его попросили уйти. 21 декабря 2022 года он написал заявление. Я был уволен по статье за прогулы. Прогуливали? Ну, я и выполнял свои обязанности удаленно. О чем есть документальные доказательства. Так как я вел банк, и налоговые все как раз выплаты шли. То есть инкассация проводилась. Свою электронную подпись экс-директор унес с собой. Есть или нет у нового руководства собственная подпись – дело неясное. Нам ее не показали. Но без нее выдача льготных лекарств невозможна. Наличие электронно-цифровой подписи обязательно для руководителя. Это личная электронно-цифровая подпись. Согласно федеральному закону 14-му, при увольнении, статья, по-моему, 40-я, пункт 3-й, при увольнении генерального директора подпись на момент увольнения является недействительной. Своё увольнение по статье бывший гендиректор намерен оспорить в суде. А в остальном считает, нынешнее руководство могло бы быть расторопнее. О назначении сообщили примерно за месяц. Документальные и технические вопросы можно было решить заранее. Тогда у льготников не было бы проблем. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Авария на водопроводе в Кинишме устранена. Воду из дома ветерана труда откачали. Эту историю мы рассказывали во вторник. Из-за аварии на водопроводе в Кинишме в 30-ти градусные морозы стало затапливать частный сектор. Больше всего пострадал дом 88-летней Анны Ефремовой, ветерана труда. Подвал затопило полностью комнаты по щиколотку. Соседи помогали убирать воду, но она быстро прибывала. Вскоре на место выехал поисково-спасательный отряд ГОЧС. В среду мы связали с руководством Кинишемского подразделения АО «Водоканал». Нам сообщили, что во вторник вечером утечка из колодца была локализована. В это же время удалось откачать воду из дома Анны Ефремовой. Авария на водопроводе устранена полностью. В четверг руководство «Водоканала» планирует выехать на место, чтобы оценить масштаб бедствия в доме Анны Сергеевны. А теперь ситуация, в которую может попасть каждый. Ночной патруль от Лиза Халлер с декабря помогает жителям области, которые оказались на улице и не могут добраться до дома. Денис Воробьев продолжит тему. Для группы поисковиков это был обычный выезд. К счастью, у потерявшихся на улице в тот день не оказалось. Поисковик уже возвращался домой, когда увидел ужасающую картину. Мужчина без ноги в потьмах полз по земле к себе домой. Он начал выяснять, что случилось, как он оказался вообще на улице. В такое позднее время выяснил, что человек полз к себе домой без костылей, потому что было очень скользко. Наш поисковик его посадил в машину, затащил, можно сказать, и отвез домой уже. Это, наверное, самый запоминающий случай за этот сезон. В этом сезоне ночное патрулирование улиц началось с 5 декабря. За это время поисковики организовали около 10 выездов. Почти всегда находились те, кто нуждался в помощи. Ситуации разные, но знакомые многим. Не дождались автобуса, не могут найти дорогу. В таком случае волонтеры доставляют нуждающихся по домам или в больницу, если необходима медицинская помощь. География патруля по сравнению с прошлым годом расширилась. За один выезд удается закрыть всю территорию Иваново. Отдельно сформировались отряды в Приволжске, Родниках, Фурманове и Кинишме. У нас существует острая нехватка волонтеров, особенно автомобилистов. Также очень важна помощь волонтеров из других городов. К сожалению, наших сил сейчас не хватает на то, чтобы перекрыть всю Ивановскую область. А помощь нужна везде. В Лиза-Алерт просят жителей области внимательнее относиться к одиноким людям на улице в позднее время суток. Ночной патруль проезжает улицы только один раз за смену, чтобы охватить весь город. Поисковики уверены, лучше лишний раз спросить и спасти чью-то жизнь, чем просто пройти мимо. Денис Воробьев, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Ну а теперь тема дня, которая объединила сотни жителей Ивановской области. В социальной сети в среду заполонили фотографии рассвета, которые в народе назвали не иначе, как сказочным. Только самый ленивый, оказавшись утром на улице, не остановился и не смотрел, как завороженный на небо. Ради снимка не жалко было и руки поморозить, пишут ивановцы. Каждый второй решил запечатлеть чудо природы. Сейчас соцсеть утопает в многочисленных фотографиях горящего утра 11 января. Красиво было не только в Иванове, но и далеко за его пределами. Например, на этом видео можно узнать плюс. С помощью таймлапса житель Заволжска заснял восход солнца над своим городом. За несколько часов, которые автор ускорил до 22 секунд, небо успевает сменить несколько цветов от розовых и красных до пурпурных и синих. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем далее. В Иванове завершена реконструкция подъездного пути к микрорайону Новая Ильинка. Объект готов на 100%. Для ввода в эксплуатацию остались лишь формальности. Вместе с дорогой в строй введена и новая ливневая канализация. Куклы игровые, салонные, сувенирные. В музее Пиророкова в Иванове открылась сказочная выставка. Среди авторов есть мужчины и кукольница с мировым именем. Вот такую тончайшую вещь она запекает просто в простой духовке. Заботишься о безопасности? И хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93-93-93. Интеркомтел. Торговый центр «Тополь» в среду около половины третьего дня заплакал горючими слезами. Над рестораном быстрого питания потекли ручьи. Вероятно, где-то в здании торгового центра произошел прорыв системы тепла или водоснабжения. Однако в администрации «Тополя» причину водного ЧП нам не пояснили. Но уже в районе 15.30 сообщили, что все устранено. Работу торговый центр продолжил без сбоев. В Иванове завершена реконструкция подъездного пути к микрорайону Новая Линка. Объект готов на 100%. Для ввода его в эксплуатацию остались лишь формальности. Вместе с дорогой в строй введен ливневый коллектор. Он соединил локальную сеть с общегородской. В среду мэр Владимир Шарыпов оценил результаты работы. Все подробности далее. Вот здесь находится въезд в дальний тупик. Это центральные ворота в микрорайон Новая Линка. Дорога старая, ей больше 10 лет, и, конечно, за этот период на ней появилось много ям и выбоев. После ремонта все изменилось кардинально. Но все-таки главное приобретение жителей микрорайона находится под проезжей частью. Это ливневая канализация, которая позволит решить многолетнюю проблему в Новой Линке. Вот такую картину здесь можно было наблюдать каждую весну и осень. Практически с момента основания микрорайона. Проблема в том, что локальная ливневка была отрезана от общегородской. Воду просто некуда было отводить. Строительство соединительной ветки началось в 2020 году. Осенью 2022-го долгожданная врезка состоялась. В конце прошлого года уже смотрели первые результаты. Действительно, подтоплений стало меньше. Особенно подтоплений, которые часто беспокоили жители, связанные не только с подтоплениями во дворах, но и с подтоплениями пешеходного перехода по направлению к школе. Весной будем смотреть пристально именно в плане удаления луж с дорожного полотна. Но я думаю, что все должно быть уже гораздо лучше. Восстановление дороги после укладки коллектора – это важная часть работы. Она пришлась на ноябрь-декабрь. Фактически на улице Володина и в дальнем тупике проезжую часть проложили заново. По просьбе жителей перенесли пешеходный переход. Дорога в школу для местной детворы стала безопаснее. Он теперь сделан по всем правилам, с дорожными знаками, обеспечивающими безопасность детей. В связи с переносом пешеходного перехода в школе был перенесен вход центральный и сделана новая широкая дорожка из брусчатки. Работы выполнены в полном объеме. Необходимые экспертизы проведены. Остались лишь в формальности. Подготовить документы для ввода объекта в эксплуатацию. Гарантия на ливневый коллектор составляет 6 лет. На дорогу 4 года. Сергей Везелов, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Вичугские электрики по требованию природоохраны прокуратуры обезопасили птиц. Они установили на линиях электропередачи специальные защитные устройства. Прокуроры проверяли, как соблюдается законодательство об охране животного мира. Обнаружили, что на сетях, которые использует Вичугская городская электросеть, отсутствуют птицезащитные устройства. Это может привести к гибели пернатых. Природоохранная прокуратура обратилась в суд, чтобы потребовать соблюдения закона и отстоять право птиц на жизнь. Ленинский район и суд Иванова поддержал надзорный орган. Решение уже исполнено. 60 линий электропередач оборудованы птицезащитными устройствами. В Фурманове перед судом предстанет уголовник, обвиняемый в изнасиловании. Осенью прошлого года он согласился подвезти случайную попутчицу. По дороге его планы изменились, и он надругался над своей жертвой. Днем 11 сентября прошлого года потерпевшая остановила попутную машину в Фурманове, чтобы добраться до города Иваново. По пути водитель свернул с автотрассы и приехал в безлюдное место. Там он отобрал у женщины мобильный телефон, чтобы она не могла обратиться за помощью и с применением насилия совершил ее изнасилование. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления. В настоящее время следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В Приволжске подростки надругались над новогодней елкой. Камер видеонаблюдения зафиксировали хулиганов. Видео появилось в официальной группе Приволжского района в соцсетях. Видеокамеры зафиксировали подростков 10 января. Мальчишки срывали с елки стеклянные игрушки и использовали их в качестве футбольного мяча. Кадры их уже передали в полицию. Комментаторы, между тем, разделились на два лагеря. Одни считают такое поведение актом вандализма, другие защищают мальчишек и критикуют выполнение работ по уборке общественных территорий. Фарфоровые, лоскутные, войлочные, вязаные. В музее Бориса Пророкова в Иванове открылась выставка кукол. Свою работу представили 27 авторов. Трое мужчин, а одна кукольница из холла, известна во всем мире. Все подробности у Марины Зениной. Куклы игровые, салонные, сувенирные. Авторы профессиональные, художники и любители. Большинство женщины, но есть и исключения. У этого мотоциклиста с действующим пропеллером и буратино. Свои, папы Карло. Трое авторов – мужчины. Все они пришли в творчество из разных профессий. Оно стало их любимым увлечением. Макетчик-дизайнер, маляр, врач МЧС. Последний – Николай Торицын. Изучает вязание крючком разных народов мира. Это работа Алены Абрамовой. Кукольница из холла. Популярна во всем мире. В ее портфолио есть и ростовые фигуры. Автор использует полимерную глину, которую запекает в обычной духовке. Довести такую куклу было нелегко, потому что это очень тонкая кукла из полимерной глины. Посмотрите, сколько здесь деталей, механизмов. Хранитель времени. Деревянный куб с механизмами, часовыми изображающими время. На нем улитка, которая еле-еле движется. Но она управляется мотыльком, которая не может усидеть на месте. Автор этих работ и куратор выставки Наталья Демьяненко. Художник пишет воздушные акварели и вселяет жизнь в героев языческой мифологии и христианства. Райскую всеведущую птицу Гамаюн. Полурыбу, полудеву, фараонку. Идеи возникают случайно. Сначала я увидела в магазине вот эту удивительную ткань, вот эту чешую. Я была потрясена, и у меня сразу родился этот образ. Эскизов кукол я не делаю. Я не знаю, 40 игл я, наверное, сломала, потому что лицо просто вышивало, сшивало, формировало. Некоторые авторы используют для своих работ уже готовые образы. Наташа Шандра, например, создает елочные игрушки из ватного папье-маше. Взяла она их из старинных русских открыток. Вот посмотрите, какой замечательный мухомор, как тонко он сделан. И лички тоже взяты с антикварных куколок. По четвергам в музее можно попробовать самостоятельно создать куклу. Мастер-классы проводят сами авторы. Желающие могут приобрести экспонаты. Выставка будет работать до конца января. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Прямо сейчас расскажем, какую погоду обещают синоптики на ближайшие сутки. В Новый год со здоровыми ногами. В январе прием с УЗИ ног у наших лучших хирургов-флебологов всего 1200 рублей. Скидка на лазерное лечение до 23%. Клиника «Варикоза нет» 300-300. В четверг в нашем регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем минус 8, минус 10 градусов. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме и составит 758 миллиметров артутного столба. Влажность воздуха 79%. Последние дни рабочей недели будет умеренно прохладно, но довольно ветрено. Осадков синоптики не прогнозируют. Новогодний аутлет в Рио. Оптовые цены в розницу и даже по себестоимости. Смотрите специальные корзины распродаж в каждом павильоне. Не сорите деньгами. Покупайте в Рио по выгодным ценам. Сразу после новостей, объявления в городской хронике. Интересные истории, видео, фото вы можете присылать на наши редакционные мессенджеры. Это Вайбер и Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюсу или звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин